29 апреля утро обратите внимание на два огонька в центре кадра видите тихонько пробирается машина под названием калина у нее наверху багажник мы на все сто пятьсот процентов уверены что это три наших товарища преодолевших двух тысячи километровый путь от города ижевска до нашего карьеру эти вот они появились на взгорочки сейчас мы их будем встречать музон включили а приехали а здорово ну кого первого давай по старшинству давай здорово здорово ну как вы аж голос теряю устали устали ноги согнуты под подбородком да давайте вот так вот вот так крючком покажем пошла располагались у нас на заднем так я я понимаю ну главное бутылочка есть все нормально вон бутылочка все путем понимаю понимаю да водичка взяли с собой ой да водичка на карьер да это актуально молодцы хорошие мальчики ну давай чуть назад давай и за мной да и за мной подождите все вместе заходим в лагерь можно сказать заезжаем давайте садитесь и за мной чуть-чуть промазали доехали здравствуйте андрей петрович олеся это дима пе дима бот ну пошли лагерь покажу пошли лапти в туалете а нет вот да туалет принимает вот это наш это так сказать бивак вот ну мою жилую палатку узнали ганса тоже узнали это у нас бивак вот тут вот мы сидим пьем пьем вечерний чай ну как вы понимаете правильный вот так ой 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 фабрика в опухоль видите вот это у нас мужская палатка вот здесь у нас живут трое мужчин сегодня все одели колготки сегодня как правильно да почему вообще да она четверная палатка но живут трое вот это наша баня дима бог дима бог иди мы для тебя как для главного шершава поставили баню иди 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 вот динар динар открой пожалуйста баню а ну или сами откройте откройте баню баню откройте баню открывать и баню все серьезно что ли а так как как так как так так однако как так 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 ну вот так вот а я ждал я до последнего Серега верил а уж мы то как вот так что это наша баня в ней живет Серега есть предложение поражающийся один изгон что не дожрёмся на пене? ну пошли разгружайтесь сейчас покажу где палатку поставить ну где можно палатку поставить а там выберите сами за сколько говоришь в Иваново гитару купили? 1200 рублей чайзовита? даже без торга чайзовита? охренеть маманя покажи Ивановская вот так вот новая струна замечательная замечательная и даже большинство строится что он сказал за 1200 рублей такую гитару отжали попробую такую штучку еще раз привет будьте здоровы будьте здоровы живите богато не пьянки не пьянки ради здоровья для да расслабиться после машины то без чего Дима Бу на севере ну никак не может обойтись иначе все гусы отламываются обмерзает чик-чин и бриться не надо а вы что тут то разложились? а мы переоденемся ааа тут прикольно тут же можно прямо спать можно да? пацаны хотите верьте хотите нет но раз Серега сказал что вы идете в лес значит вы идете в лес а мы что не в лесу? дрыхнуть будете там ааа вот коньячок берем да да у нас три места нам нужны руки Игорь Иванович там сыро? нет там сухо хорошо перцы с нами у меня до сих пор с вечера еще не высохлите все низы да брюк так что там всяко по-всякому да там вот где мы пойдем этот ручеек надо висеть слушай ну сапоги конечно первый мужик кого я говорю я тебя перенесу первый мужик кого копать пойдем зовут его Микола а кстати вот это хорошее место которое нужно да посмотреть возможно верховичком лежит возможно на котле написано Микола рядом кружечка кстати пораньше богатыря они не найдут а вторую парни довольно быстро собрались и мы вышли в лес первым делом пришли конечно к Миколе но еще о до 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 у до 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 Без сомнений Да, внизу я тер-тер-тер Надо дотирать и гарь убирать И пробовать прочесть дальше И после Миколы что-то написано Да, да, возможно Вот он Микола Сейчас покажу, что насвистел Минником вчера дополнительно Подождем, у тебя задача с твоим минником Смотри, здесь я пробежался Спирально резал Перекрестный, галстом, туды-сюды Вот тут мне в радиусе примерно метров 7 Не попалось ничего Может на твой миник Да, ну вот лопатка разве что Может на твой миник мелкое что-то найдется Патроны могут быть глубоко лежащие Строганов Санька у нас Только что прочел то, что не сумел прочесть вчера я Строганов 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 Николай Ядрен батон Вот так вот А я вчера тер, тер, смотрел, смотрел Видимо котелок был мокрый Да, санька же у нас сухой, да А глаз-то у него острый суток Сухой и острый Поговорил в Сыжевском? С Сыжевском говорил? П, М, М Как? П, М, М П, М, М Ну, это другой хозяин может быть Отлично Зафиксировано Сережа Зафиксировано Да я знаю просто что такое, блин, как губы Как это Как Руслан тоже приезжает и постоянно на губе выскакивает Постоянно Эпидерсия, говоришь? Эпидерсия на губе, конечно Игорь, стой Ползет, я чую Да, ползет какая-то хрень Большой привет Всем друзьям Спасибо, Дима Мы все тут Вот сюда, ближе Ку-ку Что, у тебя может быть там? О Там точно Устойчивый Да Какое такого? И вот мы нашли бойца Нашли Попав щупом Вот сюда В череп Видите в самом центре кадра Вот он Вот он Вот он Вот он Рядышком ткнули В стеклышко Серега полез туда рукой Достал стеклышко И достал вот это Медальон Есть Мы не знаем Полный или нет Заполнен ли Есть ли там записка или нет Но сам факт Находки медальона Это весьма значимое событие Для поисковика 9 лет работали мы На болоте Гладком Подняли 157 солдат И ни одного Медальона При них не было И фактически За 9 лет Первый медальон Слушайте Ну это дорогого стоит Конечно Серега наливай Дима Стоять бояться Никаких наливок К сожалению Но это вполне естественно Первичная эмоция При находке медальона Снята не была Ну как вы понимаете Такие события В камеру попадают Очень редко Когда камера снимает И вдруг без всякого Подстройки Сценарного воплощения И игры Актеров Поисковиков Вдруг возникает Медальон Нет Здесь этого не было Но Как вы понимаете Радостное событие Боец Возвращается Из небытия Надеюсь С именем Надеюсь Нам удастся Вскрыв Капсулу В лагере Обнаружить там Вкладыш А на вкладыше Прочесть имя Солдата Может быть Это будет Николай Строганов Как написано На котелке Может быть Будет кто-то другой Сказать сложно Котелки Меняли своих хозяев Ну или наоборот Хозяева Меняли Свои котелки А сейчас Скрываем место Очищаем Благо Мы уже знаем Где голова человека Голова бойца Вот здесь она Да Вот она Вот там найдены Медальон И стеклышко От противогаза Чуть дальше Патрон А вот там Где сидит Динар Вот прямо У правого колена Найден Валенок Найден Динаром Так что Площадь залегания Бойца Нами Определена Боец Найден Фактически Благодаря Котелку И работе Щупом В этом раскопчике Дима Нашел Поясной ремень С высокой степенью вероятности Боец погиб В феврале 42 года Мы можем предположить Даже Дивизию И даже полк В котором он служил Все это время 76 лет Он лежал Всего лишь В 40 метрах От дороги От нынешнего карьера В войну Горы Пушечной В деревне Ло-2 В центре кадра Голова бойца Надо ножом Подрезать Что еще рубить Этот Там Вот этот Где-то Вот там Где-то Вот 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 он Да Придется рубить корни Никуда не деться Вот Да Вот 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 Он здесь Только уже Аккуратненько Да Сработал его котелок Ну скорее всего Что его И лопатка В 5 метрах От котелка Тот самый случай Когда большим Количеством чупов Увеличена вероятность Нахождения Останков солдата Когда он находится В стороне От своих вещей Которые Определяли бы При компактном Залегании Наличие его останков Он оказался в стороне От котелка И от лопатки И попался на щуп Точнее говоря Отыскан на щуп Мы заканчиваем Раскоп Полностью подняли бойца И вот Нащупали там Место С карманом Я 1930 год Там пятачок С 1930 года Покажите пожалуйста Покажите пожалуйста Предъявите пожалуйста В камеру Не совсем понятно Ну понимаю Что Корродировано На камеру Не видно его Это Отсвечивает По всей видимости И герб Наоборот Не понимаем Вот Вот Вроде как Типа Ловится В 8 метрах В 8 метрах От этого места Вчера На миноискателе Я нашел Кружку И кружечку Куда положили Вот она Кружечка Вот в этом месте Лопатка Лопатка Была в стороне Привально К дереву Сразу Секундочку А Только что 5 минут назад Дима Петров Ады был бойца Это ключица Это ключица Неочищенная Бонда Ключица Вчера же Рядом С кружкой Были найдены Патроны Вставленные В ленту Максима И лежала Эта лента Максима В этом Мороскопе Прямо На немецкой Леталой Минометной Мине От нее Скрытая Сейчас Под дерном Шла И идет Колючая Проволока Ну то есть Совершенно Очевидно Найдя ключицу Бойца Что на этом Невзрачном Совершенно Неприметном Ровном До нас До вчерашнего Дня Месте Лежит еще Один боец Красной Армии Мы его пока Не поднимаем Надо Обследовать Тщательно 7 щупов И 7 пар глаз Второе Найденное место А к этому И вернемся У Саньки Тут хитрый Глаз Появился И что-то Звякнул Под щупом Ну давай Попробуй Может осколочи Потому что Может еще чего-то Давай Камень Еще хуже Да Даже не осколок А камень Ну что ж Отрицательный результат Тоже результат Под сосной Где Сейчас Накорочка Дима Лед Щуп туда не проникает Надо вскрывать Дерн Поверх И дать Оттаять Поверхности Много Чего Нашли На втором Месте Раскопа Даже Только что Выявленный Четырехгранный Советский Штык Подозреваем Даже Царский Раскрыли Место Довольно Широко Но Останков Бойца Пока Не Обнаружено Вроде Все есть Две Гранаты Диск Противогаз Штык Патроны Диск Дегтярева А бойца Пока Нет Придется Разобрать Дерн Вокруг Сосны Освободить Ее Ото Льда И Посмотреть Что Под Дерном Лед Третье место Раскопа Метрах Восьми От Второго Сгрудились Мы Толпой Поднимаем Бойца Здесь Останки Есть То есть Второй Боец За Два Два Споловим Часа Нашли Уже Монеты Много Останков Довольно Компактно Лежат Друг От друга Примерно На уровне роста человека Были Пятки И Череп Это Тот Самый Боец Рядом С Которым Вчера Были Найдены Лопатка И Кружка А Также Пулеметная Лента Чем Больше Исполнители Тем Быстрее Будет Поднят Боец Правило Очень Простое Хотя Понимаю Что При Такой Куче Народа На Одного Бойца Опытные Поисковики Захихикают Может быть Даже Ехидна Ну У каждого Своя Планида Страсти И Навыки Это Его Два Пятачка Причем Найдены В ногах Около Пятки 30 И 31 Года Береза Береза Кстати Упала Сама Ее Подкопали Вот Такой Раскоп От Головы До Ног До Пяток И Пальцев Ступней У бойца Все было Раскоп Еще Продолжаем Что Там Давай Посмотрим Покажите Бедро Или Голень 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 Рядышком От Лучевая Типа Косточка Ну Может Быть Может Нет Ну Да Скорее Сто Она Идет Вот Одна Пара Руки Это Похоже Ребята Нога Это Второй Человек На Раскопе Братцы Это Второй Номер Пулемета Второй Номер Пулемета Братцы Это Сработал Вот Тот Правый Пустой Раскоп Пулеметчиков Т2 В расчете Как минимум Один Был Ранен Второй Вышел Спасать Ну Теперь Березка Падает Уже Не Сама И Помогли Не Одет Был Пулеметчиком Какого Пулемета Не А У Ручного Двое Двое Смотрите Да Возможно Третий Боец За Эти Три Часа Лицо 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 Еще раз Запрещенное Слово Сережа Почему Тебе Не Нравится Это Слово Наоборот Я Так Часто Упоминаю Весь Мир Запрещенное Слово Мне Не Нравится Ну Просто Ж Это Опять Весело Все Обратили Внимание Но Боец Налет Малочек Ту 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 Пирог Пирожков Это Видос Пока Не Успели Мы Пообедать Закончить Роскоп С двумя Бойцами И Начать Искать Дальше Как Я На Минник Насвистел Патроны Со Всем Рядом Прямо Подножия Вот Этой Сосны И Подли Нее Обнаружил Бойца Вот Его Зеркальце Видите Как Отражается Небо А Вот Тут Стеклышко Противогаза Вот Противогаза Да Вот Тут Тут Его Нога Видите Скорее Все Что Нога Характерный Звонковатый Стук Щупа Позволил Нам Найти Еще Одного Солдата Чуть Позже Здесь Будет Осуществлен Раскоп Разворот Дерна И Вскрытие А пока Завершим Предыдущий Все Четверо Найденных Нами Бойцов Находятся Примерно В 50 Метрах От Дороги К Северу У Нитки Колючей Проволоки Перешел Я Дорогу К Югу И Увидел Целый Забор Из Колючей Проволоки Юго-восточнее От Дота Мы Уже Видели Такую Картину Наш Народ Лежал Северной Дороги У Первой Нитки Проволоки В Одном Месте Обратите Нимание Здесь Тоже Проволок В Одном Месте Наши Бойцы Перехлестнули Дорогу И 28 Человек Мы Нашли Южнее Дороги В 2006 2007 Году Об этом Был снят Фильм За Други Своя У Кучи Деревья В центре Этого Кадра Обращаю Внимание Проволока Вокруг Старого Дерева Вздыблена Еще Выше Примерно На Полтора Метра Сейчас Я Туда Подойду Местность Заболоченная Вот Это Мягкая Мшистая Поверхность Вся Наполнена Водой Подхожу К забору Смотрите Старое Свойны Еще Стоящее Дерево Остаток Все Облетено Проволок Видите Метра На Полтора Вверх Все Избито Пулями Все Это Безусловно Обозначает Необходимость Входа На Эту Мягкую Пшистую Поверхность С Металлоискателем Пройтись Галсами Посмотреть В промежутках Между Колями Проволок Колями Держащими Колючую Проволоку Чуть Не Говорился И Может быть Нам Удастся Найти Бойцов Так же Как Мы Нашли Тех 28 Если Тех Случайно То Этих Целенаправлен Я Предположил Что Тот Ряд Который Был Показан Предыдущем Кадре Не Единственный И Не Ошибся Я Между Ряд Колючей Проволок Вот Он Следующий Третий Продолжение Дальше он скрывается уже по мху Идет вот так дальше Старых деревьев я не вижу Следовательно проволока скрыта Сейчас посмотрим По протяженности А вот Она проволока Смотрите Даже не очень старого дерева Вот Вот Эти Верху войны Ох Чует Мое сердце Что получится Вариант Как С 28 Солдатами Так Теперь Надо суметь Перейти Болотину Точнее Мочежину И Заскочить На полотно Роги Так Вот Старый стволик Ну Если не нырнем Значит Сейчас Перепрыгнул Перепрыгнул Замечательно Сейчас Я зайду Ну Не сейчас Наверное Не сегодня Я зайду На вот Эту Поверхность Видите Вот Это Вдоль Дороги Завтра Зайду С Медонискателем И Пощупаю Вот Эту Зеленую Пшистую Как я ее Называю Веселую Из-за Буйства Зелени Поверхность Будем Надеяться Что Отыщем Результат То есть Наших Солдат Достаточно Мне было Отойти С места Находки Нового Бойца Как Серега Подобрался К этому Месту И Несмотря На Слова О том Что Не надо Пока Здесь Копаться Пока Мы Не Закончили Предыдущий Раскоп Там Где Было Зеркальце Нашел Медальон Образца 1925 Года Как Мы Называем Ладанка Дима Разверни Серега От Расстройства От Того Что Он Приступил Жутчайшая По Жестокости Указания Оставил Инструмент Убежал В лес Сейчас Сидит Наверное Несчастный И Плачет Ладанки Ничего Нет Не Просматривается Сейчас Мы Более Крупно Вот Эту Часть Снимем Навели На Резкость Ну Вроде Бы Остатков Бумаги Не Видно Но Она Явно Была Поскольку Как Вы Понимаете Она Лежала Около Зеркальца В кармане Бойца Точно Так Ж Как У Того Который Он Один При Зеркальце Ж Эбонитов Медальон То Есть Первый Боец Этого Дня Но нам остается одно Надеяться на то Что может быть у него был Эбонитов Который мы еще не подняли Не ложка И может быть ложка Подписная Как Что Идрит Ангидрит Покажем Мельхиор Возможно Возможно Мельхиор Ну-ка Зачем она у нее была В валенке Это валенок Четко По ноге Нет Ребята Это не мельхиор Нет Нет Ну Трудно сказать Сейчас нам почистить Немножечко Чуть-чуть Можно Да Она вот Четко вдоль ноги Вот так она Это Слушай Маладанка Сюда положили Да 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 Ладанка И ложка Ладанка В смысле Медальон Смотри как разнесено Да Дим Да Нет Вот у него нога Получается Разорвалась У него грудная клетка Вот туда Поинтересная Расплавленная Оттуда и меток был Вы оттуда и international И нереально Ребята Медальон Ребята Самое интересное, что я снимаю в этот момент Медальон Блокадник Посмотри, не блокадник Обычный Обычный, эбонитовый Там что? Я ведь снимал в этот момент То есть ничего не подстроено Представляешь? Первый 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 Дима, первый Ну да, после Ричина да Ну Ричина-то ложка была Но все равно целый был Мы же его подняли Слушайте, вообще Четыре бойца, три медальона Офигеть Ну уж какой есть Заворачиваю в грунт Пакуйте в полиэтилен Комок грунта Добираем бойца Где он был-то Где был? Дима, давай сюда Нет, ну я вот Мы возле руки Рядом с ложкой, да? Как он наклонялся? Ну вот ложка вот здесь вот Я же приблизительно здесь же Я же практически угадал, Игорь, в землю смотрел Он глубом туда Я же туда Пакетик, парни, пакетик? Нету Нету Сейчас найдем Сейчас найдем Надо глина это Давай, запечатывай в грунт Той же почве Я лежал Вот пока все, что набралось у бойца Из останков Да, еще не добрали Большие элементы скелета еще не подняты Что ж, братцы Удивительный день 29 апреля Можешь его намочить? Офигеть Обалдеть Такого давно не было Что значит давно? Такого не было Больше десяти лет Я сейчас вообще был Не знаю, мы тут вспоминаем Больше десяти лет Такого не было Десяти лет Десяти лет Кто сказал, что у нас нет пакетов Да вот От печенья был Давай Давай комок Запечатываем Запаковываем Сначала с медаленом кладем Комок грунта Дима, потом в этот же мешок сверху Вот так, да, подверни Вот сюда же клади Извиняюсь, ложку Верху губынь класса? Да Не сломаем Ну давай так Все вместе У меня есть персональный мешочек Я могу понести Никто не против Спустя три минуты После крайнего снятого кадра С упаковкой Медальона Ладанки и ложки В полиэтиленовый пакет Серега, придя на раскоп Находит В этом месте Третий медальон Увы Ну, понятное дело Что не смог я Заранее предугадать этот момент И не снял его Ну да и Как говорится Шут с ним Главное, что Капсула есть Главное, что есть надежда Установить солдата Предполагаем, что на этом месте Предполагаем, что на этом месте Лежат их двое Предполагаем Пока не уверены в этом Сейчас доберем Росков Нам будет понятно Один или двое Но Даже если один Три медальона на одного Это, конечно Круто Поэтому Даже по наличию костей Скелета Медальонов Можно предположить Что их Здесь Двое Наговорил слов Еще раз покажу Да, ребят Демократы Старый Этот Солдат был Ладанка 25-го Ту года Не у молодого Была У человека Сложившего Действительную службу Еще в 20-х В начале 30-х годов Ну что Вот эта капсула Была введена В 41-м году О, и пуговисть прямо И монетки Кошелек Кошелечек Точно Вон они Монетки Монетки Вот они, да Монетки И пуговка запасная И монетки Ну И старослужащий А вот я про которую И говорил Монетка попалась Еще и даже Не одну А, две пуговки Две монетки Вот в ноге Получается У него в валенке Если кошелек-то держал Нет, это уже Серега Могло Сам понимаешь И деревом Подтащить И чему Три монетки Кстати Петик, ребят Ложка была Вот у этого В этом Валенке Да Сегодня день будет Точнее Вещер Фрега Может материться Обалдеть Может еще один По дереву Вот я Как бы С этого Достал А где На материке Лежала Вот Туда Уходят Вот Лежала Хотя Умервец Лежит Видите Вот он Вот его останки Вот они Мы не убирали И там Не убирали Сейчас Вскроем Все Поймем Картину Один Все-таки Или двое Дима Да нет Ножка Ножка Чего Нога Нога Где Вот Валенок Валенок Здесь Валенок Тут То есть Второй Человек Валенок Второй Человек Здесь То есть Их лежат Здесь Двое Поэтому Медальонов На этом месте Три Два у одного Один у другого Один Не доверившись Сладонке Получил Тоже Эбонитов Медальоны Заполнил Будем надеяться Его А второго Он был Просто штатный Выданный Ему Впервые Да И все В таких Осколках Да И все В таких Осколках А ведь Звякнули Все На Все На Патрончики Да Ну давайте Добирайте Два Боечика Наиболее Вероятно 294 Стрелковая Дивизия Наиболее Вероятно Февраль 42 Но Здесь Конечно Мог быть И лыжный Батальон Я номер Пока не скажу Поскольку Надо еще Покопаться В документах Либо Первая Горнострелковая Бригада Тоже Могла Быть По зиме Нет Конечно Конечно Корпус Больше Ну я про них Читал Это были Спортсмены Первое Первое Формирование Ну не успею Отойти Как опять Зовут Что вроде бы Опять что-то В этом Раскопе Нашли Ну Ну я подошел Я снимаю Да Кладочка Монет Одна Ну какая Игорь Иванович Пятачок Похоже на то Давайте Пятачок Пятачок Ну-ка Золото Золото Да конечно Такой же Как в предыдущем Раскопе Пятачок Сороковой год Сороковой год По возрастанию Идут гордат Римон Забери Потом На блоку Найдены здесь Патрончики Свистнули На металлоискатель Привели к тому Что работа Щупом Позволила нам найти Бойца Это череп И позвонок На щуп Сначала был найден Позвонок На удивление А потом Также на щуп И кость черепа Да Шестой боец Сегодня Раскоп В котором найдено Три медальона Действительно Раскоп Двух бойцов Красной армии Несколько ног Имею ввиду Две пары ног Больше чем Две руки Нет разве что Черепа Один череп Есть Одного черепа Нет Вплоть до мелких Костей Пальцев Здесь собрано Почти все Да Почти нет Ребер Ну Бывает А Ребер было достаточно Прошу прощения Прошу прощения